культ поход начало второго в кирове и у нас второй час программы культ поход сюда сегодня вот у нас такое новшество в течение двух часов мы разговариваем с интересными людьми рассказываем об интересных проектах и задаем вам вопросы наши слушатели 211 101 чуть позже естественно будет блок вопросов не пропустите ну а после перерыва ведут передачу да по традиции анна лапшина и владимир сметанин да сейчас у нас новая тема и новые гости новые гости мы будем говорить о проекте с интересным названием концерт для одного дома второй второй сезон второй сезон концерты обычно для людей устраиваются да там в той или иной локации большой концертный зал маленький концертный зал квартирник а тут прямо вот для дома что это все значит сейчас будем общаться сейчас спросим у нашей гости регина погодина организатор и куратор проекта концерт для одного дома преподаватель вятского государственного университета регина добрый день а возрастное ограничение проекта мы договорились 12 плюс да да регина просто говорит о том что вообще в принципе там можно приходить более маленькими да участниками и с детьми в том числе но просто там исполняются музыкальные произведения у некоторых из них может быть возрастное ограничение 12 плюс поэтому общее возрастное ограничение проекта мы договорились тоже будет 12 плюс в общем из средств массовой информации мы поняли что концерт для одного дома это естественно музыка это открытый воздух да все верно это исторические это экскурсии места да ну давайте обо всем по порядку сейчас концептуализируем все заново пересоберем в общем как и первый сезон второй сезон посвящен собственно историческому наследию но через такой очень приятный не болезненный метод прогулка это по историческим кварталам всегда разным с разными экскурсоводами и соответственно в конце каждой прогулки с разным экскурсоводом всегда должно что-то другое и у нас всегда в конце мы выбираем исторический дом либо территорию которая сейчас находится в странном подвешенном ветхом состоянии и которой хотелось бы привлечь внимание а такого у нас к сожалению много достаточно странное подвешенное состояние да да что дальше неизвестно и более того конечно мы изучаем историю этих мест и смотрим насколько можно соотнести их с музыкой потому что есть там выражение да что архитектура застывшая музыка и вот все прочее на самом деле мы смотрим вообще реальные факты возможно в этих домах действительно звучала музыка потому что там могли проходить как вы говорили квартирники но только вот 200 лет назад они по-другому но в 19 веке да это все-таки вечера бал например да какой-то вот если в купеческие особняки мы берем и соответственно могли там жить и преподавать музыканты вот это тоже нам интересно но и в целом конечно в любом жилом доме рано или поздно там звучала музыка любая там в домашних условиях там может быть застольная может быть романсы городские и соответственно мы немножко вспоминаем что сейчас эти некоторые пустующие здания некоторые уже скоро будут опустошены да и возможно разрушены мы смотрим возможно как они бы зазвучали то есть какой новой силой и возможно эти здания могут снова вернуться вот в культурную жизнь стать участниками культурной жизни и поэтому мы приводим к этим домам собственно музыкантов и профессиональных и начинающих чтобы они собственно оживляли эти дома вот у вас договоренность музыкантами она с прошлого года существует получается да надо напомнить что ведь в прошлом году было тоже в августе по моему да тогда проект начинался ему про него помнится даже рассказывали да ну вообще на самом деле на каждую прогулку мы ищем всегда новых музыкантов у нас повторов нет разве что с прошлым годом бывают некоторые солисты и ансамбли повторяются но каждая прогулка уникальна и повтору не подлежит даже если мы берем один тот же дом то это всегда разный музыканты либо экскурсовод это другой человек вот и в этом году у нас тоже много чего новенько хотя мы тоже придерживаемся общей концепции такой же собственно источник музыкантов откуда вы с кем-то договорились это филармония это группы наши у нас есть да у нас но нет музыкальная жизнь она достаточно активная в нашем городе мы прекрасно знаем у нас много профессиональных непрофессиональных солистов коллективов там кавер и каверы ребята исполняют классические музыканты даст серьезным образованием и так далее вы вот с какого уровня музыкантами работаете но сначала мы определяем вообще вот эпоху в которой был были построены оживали это дома и сначала под нее постараемся мы выбираем дом там 18 19 века соответственно нам хотелось бы что-то из истоков там например ну классическая музыка да либо городские романсы то чтобы соответствовать тому что там реально могло звучать или звучало соответственно мы подстраиваемся если мы видим что домик например деревянный и по своим там архитектурным элементам очень он соотносится с элементами например народной музыки или даже по эпохе то соответственно приглашаем музыкантов народных народников вот соответственно гармошечка возможно да что да кстати в этом году возможно быть гармошка гармошка она как-то в последнее время популярность ее растет на мой взгляд да если где-то появляется ну потому что это в диковину уже превратилась если кто-то умеет и садится выступать то он прям вот такое внимание очень пристальное к этому всегда да ну и ищем музыканта в принципе ну то есть я ищу я в одного человека ищу так как по принципу первых соответствия дому и по принципу собственного личного неравнодушия и готовности усыпать на открытом воздухе и конечно нет такого прям критерия насколько профессиональный человек но мы все-таки привлекаем да у нас какой-то уже уровень есть когда и прямо таких академических известных музыкантов и из вятской филармонии коллективы и солисты и преподаватели вятского колледжа музыкального искусства и студентов оттуда и в принципе любые музыкальные коллективы которые откликнулись которые почувствовали что для них это тоже очень важно и интересно и в принципе очень интересный эксперимент для них выступать вот в таких локациях потому что одно дело сцена другое дело совсем совершенно другое дело когда ты посвящаешь свое произведение и дому и тем кто пришел послушать но тут наверное еще технического вопроса технического плана вернее возникают вопросы нужно к чему-то подключить инструмент наверное да как вы решаете эти моменты в том сезоне было это намного веселее потому что у нас не было поддержки и никакой финансовой мы искали генераторы и мы искали там с третьего этажа протягивали электричество удлинители бегать по квартирам и спрашивать извините можно запитаться наверное а люди такие спрашивают а сколько вы сожжете электричество ну да есть такое немножко но тем не менее все понимают ради чего это и вот в этом году получилось наконец точнее в конце этого года как сезон закончился получилось подать заявку на грантовый конкурс от росмолодежи и получается вот он был второй сезон вот и получилось выиграть небольшую сумму но тем не менее она нам обеспечила хотя бы постоянно питание бесшумное генератор да да электрон ну как бы он не генератор он является внешним аккумулятором грубо говоря то есть он такой бесшумный в кустах там сидит в общем хватает для того чтобы инструменты на несколько часов его в принципе обеспечить электроэнергией так ну я обращаюсь до к статье которую выпустили наши коллеги бизнес новости в кирове совсем недавно да прогулка была это первый это вот первый 16 плюс возрастной ограничения бизнес новостей это первая прогулка была второго сезона да по улице орловской прошлись вот и у нас еще по этому году мы решили я решила если там говорите уже конкретно что конкретно вот в решении что что отличается от прошлого сезона в том сезоне мы все-таки привлекали экскурсоводов кто-то более известен кто-то менее известен но не все так или иначе это их хлеб они этим занимаются профессионально ну или любительским так или иначе в этом году мы решили расширить немножко рамки тех кого мы приглашаем то есть если вы видели в анонсе то там у меня всегда написано прогулки теперь уже не экскурсии а прогулки потому что мы расширяем тем самым те кто нам может помочь с этим то есть показать город своими глазами своими знаниями с другой стороны и это не только экскурсоводы там аттестованы и вот и в этом году у нас вот елена витальевна кустова она нам подарила прекраснейшую прогулку по улице орловской где с точки зрения и историка и краеведа и вообще неравнодушного человека который следит за этой улице уже много-много лет и переживает всей судьбой получается вот это было очень многие даже мне писали я очень хочу именно на эту вот прогулку попасть потому что одно дело где все по стандарту все примерно ожидаемо на прогулка бывает на экскурсиях а здесь совершенно немножко такое от души вот рассказ вот и в этот раз мы вот такой с этого эксперимента начали и будем поддерживать также все они будет у нас прогулка с культурологом это такая немножко интрижка еще вот и возможно там еще одна очень хорошая идея но пока я не буду раскрывать то есть даже не расскажите где в каких локациях но то есть это все равно старый центр города конечно это центр исторический центр кирова вятки так или иначе у нас запланировано и по гранту и в принципе пять прогулок но опыт и все в течение августа да до сентября до 1 сентября мы постараемся уложиться но как подсказывает опыт прошлого года мы немножко не уложились и мы прямо в сентябре под дождем но было дикий интерес под 100 человек приходили и это никому не мешало ну музыкантам конечно мешал выступать не выступали уже под крышей вот но так или иначе вот интерес перешел все границы и вот мы продолжим в сентябре возможно в этом же году в сентябре у нас будет что-то тоже под крышей и что-то даже немножко вне нашего формата ну как бы под эгидой проекта вот поэтому у нас в этом сезоне запланированы прогулки по тем же историческим домам которые не по тем же есть один только повтор из прошлого года все остальные дома это новые дома новые старые дома вот для нас будет новой прогулка опять-таки по улице у риской где в принципе многие кто боится боятся гулять потому что там действительно очень странно непонятно много так называемых заброшек и вот в один в одиночку страшновато особенно вечером а где там за брошки на улице урицкого жилые так скажем если от кикиморской горы куда идти в какую сторону а мне кажется если вниз и вниз спускаться наверное там есть какие-то такие да еще в промежутке трифоново то условно гагаринского парка там есть что посмотреть на самом деле очень колоритные экземпляры остались и многие жилые но такие очень очень интересные фактурные а про них вообще мне кажется информации нет то есть вот ну про какие-то дома расположены у нас на более-менее центральных улицах да информация есть и ее периодически там публикует где-то а про них вообще мне кажется на самом деле я сама недели две с половиной назад узнала собственно где располагалась бывшая духовная семинария если сейчас не ошибаюсь училище училище на урицкого вот я знала это здание ходила тоже мимо как это обычно нас кирчан бываем а потом такая вау и там такое огромное трехэтажное где сейчас сельхозакадемия вот дислоцируется и я просто это рядом с гтрк это да это собственно территорию уже там граничит напрямую там до с вышкой вот и еще завернула во дворик там прекрасный деревянный домик такой с одной стороны зеленый с другой не покрашенный я так как господи я не замечала насколько я уже этим всем занимаюсь много лет для меня это было супер открытием все эти дворики все эти прекрасные колоритные закатные отражения в окнах это что-то с чем-то вот поэтому ради даже эстетики можно там погулять и порассматривать ну и конечно исторические какие-то моменты узнать у меня интересный вопрос еще регина но не секрет же да что формат прогулок по исторической части города он уже у нас много лет существует да у нас там разно разно разные проекты были мы знаем многих из этих людей общались ранее в нашей студии все-таки стоит задача открывать новые дома новые объекты да но так или иначе вот на все эти проекты на мой взгляд они были посвящены одним и тем же ну примерно да у нас на слуху все эти старые здания там в том числе связанные с именами известных купцов и так далее а вы хотите расширять все таки или или не ставите такую у нас конечно расширение идет это можно сказать междисциплинарный проект то есть мы расширяем интересы и городу и к его истории и к музыке потому что как я уже сказала мы привлекаем музыкантов только местных это на самом деле такое немножко вроде бы банально вроде бы как будто бы от ограничений сложенное такое представление самом деле это недооценен потенциал потому что у нас очень классно вообще ребята которые могут выступать и не ребят которые уже состоявшиеся но мало кто о них знает и вот этот подход изучать здание и в то же время еще и изучать музыку параллельно для тех например кто не ходит филармонию там на разные мероприятия далек от этого но так не глубоко не сильно погружаясь на полчаса потому что у нас короткий в принципе короткая экскурсия полчаса обычно ну может край 40 минут и концерт небольшой и это в тандеме очень все укрепляет такую связь именно культурную устойчивую и получается что у нас цель даже не столько просветительская сколько опять-таки поменять отношения городу увидеть и понять что город это не только состоит из заброшек да из каких-то опасных домов что за ними есть огромная история и что это можно любить но так или иначе аудитория которая приходится и будет приходить на эти встречи она все равно к музыке неравнодушно должна быть да вот попытаться или к истории через музыку хотя бы или краеведение задеть на чтобы вызвать у них интерес кто-то приходит на конкретной личности например кто-то на меня приходит кто-то на каких-то участников кто прогулки организует и все это в тандеме кто-то начинает любить музыку там были в прошлом сезоне люди которые пришли на первые романсы и ушли только на последние прогулки они ходили с хотя я предполагаю что они не такие фанаты прям музыки то есть филармонии абонемента у них не было людей елена кустова к нам присоединяется координатор движения том свой фест на вятке участница проекта концерт для одного дома преподаватель историк краевед елена добрый день добрый день добрый день а я вот кстати и регине елене сейчас задам этот вопрос в прошлом году ходили в этом году ходят ну вот на экскурсии а есть такое что вот эти люди там познакомились например между собой и и или с вами как с организаторами и и в каких-то проектах уже начали участвовать там например по восстановлению старинных зданий лен вот лабора коллаборация это называется соединился кто-то из участников или пока нет еще я не знаю потому что знаете приходят куда так ну вот у нас елена были опасения что со связью могут быть какие-то недочеты я предлагаю еще раз набрать давайте попробуем потому что что там не подсказывает о дополняют елен у нас проблема со связью мы сейчас попробуем перенабрать давайте еще там потому что я чувствую что елена там активно говорит говорит но мы не слышим ее в эфире давайте перенаберем нашему звук режиссеру да предлагаем ну давайте регине перед рисуем тогда этот вопрос может быть произошла какая-то знаковая встреча да в рамках этого проекта нужно сказать что в прошлом году мы были здесь на эфире с девушкой прекрасной викой скрипачка мы делали вместе анонс и получается что в этом году она поступает от гу а я была приемной комиссии она приходит рассказывать что смотрите она делает уже свой медиапроект как раз она углубилась в тему том году у нас был синелов неизвестный композитор вятки и у нас по сути на вятки никто его не исполняет уже лет 20 и она нашла ноты каким-то чудом и собрала музыкантов записала их и вот сейчас продолжает этот медиапроект и прям живет вот этой идеей будет продолжать ничего себе для меня честно говоря тоже неизвестная такая фамилия на шведский композитор да да это что это романсы песни или это какие-то более серьезные произведения камерная инструментальная музыка здорово слушать так ну что попытка номер два с еленой кустовой связаться елена добрый день еще раз добрый день еще раз так что то у нас связь пропадает итак возвращаясь к вопросу о коллаборации родившийся прямо во время походов по нашим историческим локациям есть люди которые после вот подобного приходят и говорят я хочу прям деятельно поучаствовать но я не знаю вот наверное не так много но зато наши ребята из томсоры приходят и слушают экскурсии потому что это как раз хорошее дополнение к тем работам которые не ведут я думаю что проект еще будет развиваться про как раз как концерт одного дома и потихонечку будут и к нам перебираться уже с этого проекта но я думаю напомнить надо в чем суть томсорфеста заключается потому что давненько мы да об этом не говорили в эфире да давайте в двух словах елена томсорфест это фестиваль восстановление исторической среды то есть главная наша цель это привлечь внимание как раз гаражам через ремонт реставрацию каких-то объектов в городе в частности три года нынче нам исполняется как мы а я надеюсь в этом году завершим наши работы на арке вятского кремля вот это название вошло в оборот хотя скорее всего это все таки стены архиерийского подворья и вот как раз в этом участке простые люди чистят кирпичи ищут наличники в общем это такая интересная история про восстановление объектов именно исторически да кстати елен а есть уже планы какие-то у вас дальше если в этом году с арка все будет закончена я помню что у вас был домик а моему на мопро если вот память не изменяет но там какие-то были сложности бюрократического характера тут просто надо сказать там же согласие надо получать на 1 1 работы конечно то есть а есть собственник а сейчас временно это администрация и пока как бы видимо идут суицидные процессы с прежним собственником на него не можем зайти так но что-то присмотрели другое наверное или пока нет с ним не получилось мы на тогда ушли на работу вот а еще возможно у нас появится дом лебедева но вопрос том что его отдают строгов и широко попадет тоже пока непонятно поэтому до дома пока будем думать уже я думаю ближе к будущему сезону дом лебедево вот эти вот рай в районе александровского костел знаменитые наличники на да 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 так который сейчас стал очень известен в частности для туристов и в этом году возможно зимой мы займемся еще очень интересным проектом он связан будет именно созданием музея деревянных наличников наших вот это потому что у нас параллельно такая работа мы сейчас собираем их по городу и по области вот есть договоренность у нас как раз скрином что какое-то бы помещение там выделены под них и я думаю что у традиции еще один проект интересный хорошо возвращаемся к проекту концерт для одного дома да все таки елена в нем елена в него открывала в этом году вот этот сезон или как вообще ощущение от группы которые выходили гуляли насколько вам до интересен этот проект необычен да да вообще конечно соединить вместе и концерт и экскурсия я кажется это совершенно чудесная идея потому что люди обычно приходят которым близко и то и другое да только раз два в одном это мне кажется очень такая правда классная идея получилась и вот из того что я видела лица людей даты люди которые очень заинтересованы то есть то что и ты им говоришь это правда ложится им как-то на душу как бы они реагируют вызывает какой-то наявный интерес поэтому мне понравилась сама обстановка сама группа вот которая ходила по моему там было заявлено человек 30 и насколько я помню да было два раза больше пришло но потому что видимо сам проект вызывает такой интерес а вообще если уж такое добиваться такой исторической господи как это называется то достоверности до историческая достоверность а что вообще жители вятки слушали в девятнадцатом веке в восемнадцатом веке а это где-то вообще написано там написано я в том году проводила исследование как пыталась проводить исследование поняла что у нас условно полторы есть книги об музыке истории на вятке и один из них одна из них романа преснецова написано вот и там он исследует где что действительно звучало какие были композиторы которые были энтузиасты которые организовали музыкальное общество и так далее но какие то есть явные пробелы и в том числе и с композиторами потому что вот какие я вот нахожу моменты я и бывает даже в совершенно разных источниках бывает даже иностранных нахожу где у нас про наших же музыкантов или каких-то деятелей говорят елена вообще на вятки любили музыку то мы говорим опять же какое общество да если мы говорим о дворянстве о купечестве то как музыкальные вечера они были весьма популярны а где кстати проводились хотя бы кунст камеру да вот помните да кунст камеру у нас был очень долго музей а дом синеловых кстати одни из самых музыкальных наших наверное купцов на вятке которые проводили такие вечера потом у нас и был очень красивый дом на с паской потом у нас был дом сейчас припамятного на улице пятницкой вот в этих домах открывали даже музыкальные школы ухо что тоже весьма любопытно это как раз на рубеже 19 и 20 века то есть они появились еще до советского времени вот и как раз пресняков об этом тоже пишет в общем любили музыку обучили музыку приучить да я даже не знаю но если взять средств например ну вот народ простой да они то они то хоть где музыку слушали ну то есть они же наверное в эти салоны не попадали и музыкальная школа наверное не попадали они они где извините но слово кабак мне не очень нравится кафе наверное как-то так вот надо сказать не знаю уличный музыкант на улице было ли такое явление да в дореволюционном городе ну вот надо понимать что из кого состоял наша рядка очень много приезжал крестьянство фактически наша часть наших купцов и очень многие мещане это именно вчерашние крестьяне и конечно они приносили часть своей культуры а эта культура очень была певческой вот но потихоньку конечно как вот так петь как в деревне было тут не очень заведено и это пропадал культура в городе но я думаю что что-то наверное сохранялось прогулка по орловской на насколько вам был заметен понравился ли вам отклик со стороны присутствующих гостей и слушателей там задавали вопросы какие-то возможно а можно вообще курсоводу мешать во время экскурсии это диалог или это все-таки монолог вот такие прогулки тут конечно бы очень много людей 6 человек конечно вот здесь наверное диалог во время курсе не очень удобен на котором группы карангельчик да даже до 20 то мне как раз нравится форма диалога потому что одно дело это когда ты что-то там пытаешься свое рассказать другое дело когда уже есть это вызывает какие-то вопросы это самое наверное важное когда люди как начинают как-то размышлять как-то это переживает из них что-то рождается в душе и именно наверное это самое важное что вот будет в этих как раз прогулка поэтому когда они небольшие то всегда идет диалог конечно здесь тоже подходили но уже в конце как бы люди все были очень интеллигентные поэтому старались не мешать другим а ну вот это об этом мне кажется надо надо сразу так начальник не мешаем экскурсоводу сначала слушаем потом поднимаем руку и задаем вопросы мы оставим 10 минут вообще улица орловская она ну как-то вот изучена уже исторически нет никаких белых пятен а мы кстати задумались улица орловская навсегда улице орловской называлась я помню что исключая коммунистический была да 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 а вот до того как она стала коммунистической она тоже была орловской потому что она появилась у нас в 1812 году на плане города до этого это места были не заселенные поэтому название не было это именно исконное название которые вот после дела пережила уже 200 лет больше двухсот лет поэтому да просто это как бы связано было именно с рактом который шел на город орлов поэтому тут все было логично по поводу истории знаете как бы история такая штука это когда даже занимаешься одной темы очень очень много лет всегда что-то может появиться новое но что касается домов этой улице в частности домов деревянных я занималась имя специально потому что вот надеюсь в этом году выйдет книга по деревянному злодчеству нашего города то есть это именно история о деревянных домов в смене их стилей не как раз сначала идет анализ стилистики да вот крым классицизм модерна русский стиль как они были как раз в чем особенно как вятки было домов и потом идут как раз истории отдельных домов так что в принципе это как раз был материал для этой книги елена спасибо да большое что пообщались с нами елена кустова координатор движения том сойер фест на вятки у нас сейчас реклама небольшая напоминаю что говорим мы о проекте концерт для одного дома у нас студии регина погодина организатор и куратор до скоро вернемся культ 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 поход продолжается программа культ поход напоминаю что мы будем разыгрывать билеты задавать вопросы наши гости вам будет наши слушатели но позже но позже чуть-чуть у нас продолжается диалог по поводу проекта концерта для одного дома сейчас поймал себя на мыслях регина погодина у нас в студии организатор и куратор проекта преподаватель вятского государственного университета а проект 12 плюс мысли сейчас до возникло мы вот уже полчаса почти говорим но давайте подскажем слушателям где можно подробно следить за вашей жизнью где вообще можно записаться да на и надо вообще узнать надо ли вообще записываться да то есть вот афишу некуда давайте дадим очень важный вопрос мне кажется потому что как мы только анонсировали как только первый еще анонсирующий ролик мы вы кстати снимали у дк в ангар тоже интересная история вот это нынешний дворец молодежи уже бывший уже бывший он уже два года пустует все сотрудники вятской филармонии до сих пор не можем понять что же с ним происходит вроде как ремонт нужен а он шикарный между прочим внутри был о я хотела туда я хотела в наши студенческие годы немало времени там наверное да проведено я в детстве там провела немало времени там же были кружки секции понятно там такие шикарные лестницы на минутку на строге по поводу как нас найти потому что как мы только начали выкладывать анонсы кто с прошлого сезона был подписан все сразу начали где записываться где куда бежать на самом деле у нас есть группа вконтакте это только единственный группа где можно записаться на экскурсию но на прогулки концерт для одного дома . вятка все больше там никаких это группа встречи вот там тоже 12 плюс возрастная да и можно через поисковик да 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 вполне вот кто приходит на экскурсию в конце я еще раз напоминаю где нас найти как записаться и там мы публикуем то есть у нас такая схема что в течение недели до как бы той экскурсии той прогулки кто у нас будет вместе с концертом мы сначала анонсируем сначала ну по очереди бывают по-разному сначала либо музыкантов потом экскурсоводов это разные посты и третий пост самый долгожданный он буквально задний локации где встречаетесь ну да 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 собственно время вот где встречаемся и так далее и куда пойдем или или куда пойдем вообще не бывает интрига да вот в этот раз например очень четкий маршрут а до этого мы обычно создаем такую вот пелену такой магии завеса завеса тайна такая немножко такой в общем то есть начало здесь а конец у какого дома мы даже бывает не говорим это интересно то есть где непосредственно выступление это будет да потому что по сути выступление обычно для тех кто приходит на прогулки вот и соответственно в этом третьем посте мы делаем ссылку на регистрацию и там по максимуму расписываем во сколько где встречаемся вот бывают еще какие-то подробности но в целом это все почему мы так делаем потому что мы как вы понимаете очень зависим от погоды в том году нам очень повезло все выходные которые мы в августе провели были вообще без дождей в прошлом году вообще ли это было хорошая да скорее аномальная вот в этом году мы успели вот первую прогулку без ну под солнышком под жарой а вот воскресенье если бы мы проводили там грозы как вы понимаете вот и мы поэтому всегда мониторим погоду и только когда мы уверен на 99 процентов никогда не нужно быть на 100 мы тогда публикуем уже пожалуйста записывайтесь вот по такому принципу максимальное ограничение по количеству есть гостей в том году мы немножко как бы романтично на это смотрели думали как вот елена виталина рассуждает очень камерные и в том числе и прогулки делать мы первую прогулку сделали на 30 человек но там уже немножко поджимала и люди там из домов выбегали смотрели его так далее и мы поняли что нет и вот уже со второй трети у нас было ограничение по моему 50 человек но уже никогда не всегда за пределами было вот самая последняя прогулка вообще в сентябре мы ее не ограничивали она набрала больше ста вообще людей вот поэтому в этом году у нас средние на все практически прогулки в зависимости от локаций конечно тоже смотрим чтобы все вошли но вот в пределах 60 человек то есть зарегистрироваться больше не получится не получится но там есть такая пометочка что если вам очень хочется то можно написать на почту мне как организатору и договориться потому что в том году были такие случаи когда приезжали люди из других городов они говорят мы приехали нас ровно вот этот день и мы прямо только к вам хотим успеть и я такая ну конечно ведь бывает еще так что ты на улице просто встречаешь эту группу и ты присоединяешься к ней я не знаю кто как я вот между прочим так люблю в музеях ходить и в том числе в том числе садится на хвост садится на хвост экскурсионной группе да 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 и тихонечко так тихонечко я понимаю что это конечно свинство наверное в некотором смысле люди то обычно на экскурсиях деньги платят а я тут значит вот присоседилась что называется куда куда их денешь ведь не выгонишь нет конечно особенно на концертах мы всем рады всем кто из окон смотрит всем кто прибегает на улицу подходит вот в любом случае социальные проекты то есть кто хочет поддержать тот поддерживает кто просто хочет посозерцать и пожалуйста только за только главная цель проекта она будет выполнен а местные жители не ругаются кстати говоря если вы идете там мимо мимо жилых каких-то домов но мы вообще на нервике с прошлого сезона насчет этого и насчет вот дома жукова меня тоже предупреждали что там дом где живут художник жуков первая прогулка но получилось так что всегда какие-то чудеса происходит всегда музыка настолько хороша всегда атмосфера такая добрая да что в принципе вот эксцессов каких-то вот не было я вот до сих пор радуюсь и удивляюсь там и дай бог так будет продолжаться потому что наше какая-то видимо благая благое намерение она выше всех вот недовольство сейчас непосредственно готовится следующий да уже можем они что-то на можем вот как раз мы поднимали какого числа будет в воскресенье в воскресенье хорошую погоду обещали да то что что то есть послезавтра да да 6 числа 6 числа в 17.00 вот ссылки на анонс еще пока нет вот буквально через час-два наверно появится вот поэтому если кто успеет записаться тот прекрасно прекрасен будет вот и будет слушать все в комфортабельных условиях кто не успеет вот вероятно где-то там но это как повезет в общем у нас будет интересно маршрут в этот раз у нас экскурс экскурсовод в данном случае экскурсовод действительно екатерина руднева в том проекте она уже две экскурсии провела в этом году здесь тоже не меньше вот проведет ее очень уже полюбились за такой очень душевный подход и прогулки то есть это маршрут мы уже полностью с нуля собрали вот поэтому не было раньше его ну по крайней мере в опыте екатерины точно и в нашем проекте тоже вот поэтому это будет начало в сквере борцам революции на рядом со спадским собором и там мы будем плавненько двигаться по динамическому проезду и там я уже не буду все детали говорить и перейдем самое главное у нас кульминация хотя там маловато место но тем не менее это дом где жил бехтерев владимир михалович да это это казанская казанская 65 и соответственно там у нас оврага где разъезд вот и там соответственно вообще все не просто так то есть в доме действительно звучала музыка как вы вероятно когда-нибудь исторически нарывали факты и я тоже удивлялась когда находил этот момент что сам бехтерев его семья то есть они он рано остался без отца и ему пришлось вместе с мамой там и с братьями жить во флигеле которого уже сейчас нет по сути самый главный дом он сдавался в аренду и там жили самые интеллигентные да люди вятки на тот момент и вот в числе многих немногих там был такая неизвестная личность во многих источниках его просто указывают вроде какой-то там музыкант на самом деле сейчас он известен больше в иностранных источниках потому что это аркадий дубенский музыкант скрипач то есть он здесь вот на вятке родился он в шесть лет уже начал на скрипке играть восемь пошел в хор в кафедральный получается да почему нет по современным ну как бы очень развитым скажем так талантливый да и после того как он пошел там в хоре поучаствовал и так далее он понял что музыка видимо его вот учился он там в нашем городском училище вместе с грином кстати говоря вот примерно в те же годы и потом судьба его повела так что он поехал москву поступил там ну во всех музыкальных учреждениях мне кажется учился и потом его заметили или он был таким интересным человеком что через буквально несколько лет он там по разным городам ездила потом поехал на гастроли в нью-йорк и остался там после революции и по сути всю твою творческую карьеру то есть сначала был просто первой скрипкой в большом театре если не ошибаюсь а потом он при нью-йоркском симфоническом оркестре вы второй скрипкой но тем не менее он там уже начала сочинять очень много сказать произведений но так как это было после в революции до сих пор в нашей стране нет ни его нот ни вообще никогда произведение его не звучали на человек человек с светскими корнями сделавшие себе имя за океану да и самое интересное что этот факт я искала когда доме описал доме бехтерева его судьбе и он был очень плохо упомянутый буквально тут мне в руки прямо пришел какой-то ну как в руки в интернет-источник там блок вот александр решковский краевед он нарыл очень много и перевел кстати говорят как этот титанический труб мне кажется все краеведы именно должны быть такими горящими вот и все эти информации что звучало я вчера целый вечер слушала что что же действительно звучало у него удивительное произведение инструментальная музыка по большей части конечно вот камерная вот и он писал такие страны например там фуга для четырех фаготов и либо там фуга для 18 скрипок то есть вообще интересно экспериментатор экспериментатор но все называют традиционалистом вот он потому что очень благозвучно а он немножко видимо подражал чайковскому или такое еще он делал переложение разной музыки подожди это можно послушать это в интернете я нашла на ютубе всем кто придет на прогулку я дам qr-код чтобы собрать то есть в исполнении уже какого-то коллектива но это все они это все иностранное это там все нью-йоркский в основном там филадельфизм замечательно да и все это вот происходило именно в доме бехтерева да там собирались на музыкальные вечера то есть это были такая классическая форма проведения интеллигентных ветских жителей вот ну жива эта скрипка будет да и соответственно у нас будет скрипичный дуэт девочки которые учатся еще в музыкальном колледже музыкальном искусства именно казенина вот и они сами так это звались и решили что все сошлось и действительно нужно тут скрипка сколько струн у скрипки да это все будет в это воскресенье да кстати уже 6 августа но в семнадцать ноль ноль мы уже да уже проговорили начало я думаю что многих сейчас мы сможем конечно это обещала ссылочку на регистрацию через несколько часов не знаю пойдем ли дальше по хронологии что дальше еще планирую а я вот не знаю регина может нам рассказать что дальше планируется хотя бы в общих чертах или пока вот это все интрига интрига у нас все интрига интриг потому что музыканты как вы понимаете ездят по кастролям очень не то что ненадежно очень творческие люди в этом плане вот у нас есть определенные договоренности и как-то получилось в этом году так что если в том году у нас равномерно были распределены экскурсии каждая буквально суббота воскресенье то в этом году у нас немножко будет перерывчик вот на следующей неделе а там как раз дожди очень сильные выходные я посмотрела по прогнозу что не зря 26 27 мы постараемся вернуться если действительно нам погода даст вот там у нас будет фортепиано вечера там у нас будет народная музыка да возможно еще а у нас если все будет хорошо кстати говоря еще где-то в двадцатых числах там 19 20 где-то так мы вернемся с экскурсии к усадьбе чарушина все очень там вспоминает грезить как это прекрасно там было ну с той стороны где все таки еще что-то прекрасно осталось напомните локацию где это пятницкая 15 вот потому что там действительно тоже проводились музыкальные вчера вот и туда мы приглашаем надеюсь все сложится дом к сожалению не очень хорошим состоянием его все еще расселяют да вот но мы попробуем очередной раз оживить привлечь внимание вот и в этот раз наверно получится все таки привести виолончелиста для нас это уже такой прорыв мысль такая интересная родилась но один из самых ну уж не буду говорить что самый известный исторический дом один из самых известных это дом тихона филипповича булучева вот интересно какая бы там музыка рядом с ним могла бы сейчас звучать но ты думаешь ты думаешь там можно вообще туда вряд ли пустят в советское время рассказывали страшные истории о том как людей художников которые на кинотеатре мир что-то там пытались обозревать и запечатлевать как их там под белорученьки уводили потом и разговаривали с ними говорю не надо тут не надо тут кстати говоря в том году мы проводили экскурсию последнюю в том сезоне и нам приходилось согласовывать чтобы хотя бы начинать экскурсию от этого места даже не от этого а вот как раз кинотеатра мир хотя я уверен что там работают люди любящие музыку ну наверно наверно как везде как везде есть люди которые любят музыку да давайте уже задавать вопросы будем нашим слушателям да потому что у нас вот звукорежиссер подсказывает чуть больше 10 минут у нас уже есть я видимо надо напомнить список призов я очень быстро сейчас пробегусь да то есть у нас есть по-прежнему пригласительные в кинотеатры смены и дружба они у нас без ограничений спасибо большое содружеству кинотеатров смены и дружба и персонально александру сухарю гостю нашего вчерашнего дневного развода совершенно верно еще один наш постоянный партнер магазин читай город помогает нам с книгами всегда тун хуа поразительные на каждом шагу алая сердца 18 плюс ирина дегтярева степной ветер 12 плюс тикин селедина сельской ярмарки детектив 16 плюс владислав крапивин мушкетер и фея 6 плюс и эленор портер поляна выросла без возрастных ограничений пригласительные вятский палеонтологический музей и пригласительные вятский художественный музей на выставку вятка в цвете ее возрастное ограничение 0 плюс а футболочку то мы разыграли а футболочку забрали и пригласительный на встречу с андреем соколовым тоже забрали 6 плюс да я меж тем наши слушатели в нашем телеграм-канале радио кировград запустил очередной вопрос который я сейчас прямом эфире не буду озвучивать он только для тех кто смотрит в наш телеграм-канал приз то же самое сразу могу сказать это билеты в кинотеатр смена заходите читайте вопрос связан с музыкой но вот так меня осенило раз уж у нас сегодня в том числе и музыкальный проект да но не про скрипку не про количество там конкретный вопрос конкретный вопрос на в общем нужно цифру какую-то выбрать три варианта ответа думаю что не составит труда 211 211 но естественно наши гости регина погодина тоже подготовила ряд вопросов ага я что-то слышу шуршат там уже есть у нас слушатель добрый день добрый день добрый день как вас зовут меня зовут людмила людмила вопрос озвучить пожалуйста какой вы там прочитали сколько клавиш у современного фортепиано вот да три варианта ответа какой вы выбрали абсолютно верно яблочко как человек учившийся в музыкальной школе да я прекрасно вот не а я я владимир про себя я я про себя сейчас простите да я я эту цифру помню с музыкальной школы да никогда не забуду да да абсолютно верно 88 и билеты в кинотеатр смена вам и достается не кладите пожалуйста трубку да пожалуйста приятного вам времяпрепровождение и кстати не забывайте о том что в смене на следующей неделе бесплатные кинопоказы а кстати в рамках фестиваля на семи холмах да да все верно вчера мы об этом да но надо смотреть возрастное ограничение каждого там у каждой картины есть каждое ограничение мы сейчас не называем картины нет соответственно ни общего нет я про это переходим к регине и вопросам так для тех наверное кто был в прошлом сезоне на прогулках возможно кто и не был но очень удачлив я спрошу очень такое тоже про цифры сколько прогулок было в прошлом сезоне проекта концерт для одного дома сколько прогулок но не знаю не будем давать варианты от вот меня как раз тянет все-таки подсказать три варианта дать может сообразим нет чтобы быстрее можно сказать не меньше ты не меньше не меньше ну хорошо давайте попробуем подождите подождите давайте допустим на самом начале займем говорили про эту цифру на сегодня не изучала сейчас попробуем подожди сейчас на хорошо давай сейчас отреагируем так живенько постараемся если звонков не будет твой тогда будем подсказывать варианты ответов все таки дать так что в уме то вы можете да 부�ра фото-видео-отчеты в нашей группе. Можно загуглить быстро. 211-101, давайте выясним, сколько прогулок было в рамках проекта «Концерт для одного дома» в прошлом, в 2022 году. То же самое количество в этом году запланировано? Мы планируем не меньше стольки-то, а потом уже как пойдет. Очень многое зависит от погоды, я так понимаю. Потому что если сентябрь, например, удастся, будет хороший сентябрь, солнечный, дождливый, нехолодный. Регина, понимая, что слушатели сейчас задумались, боятся звонить, давайте все-таки варианты ответа озвучим. Два неправильных, один правильный. Два неправильных? Ага. Пять, шесть и восемь. Пять, шесть и восемь. И есть слушатели у нас. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Ольга. Ну давайте уже все ясно. Пять, шесть или восемь? Восемь, да. Восемь, да, все верно. Я думал пять. Я тоже думала, почему? А мы планировали пять, и что-то пошло не так, нам предложили еще один концертик, и мы организовали экскурсию, и в сентябре две нам тоже предложили. Ну, это что-то пошло не так в положительном смысле. В хорошем смысле слова. Потому что, когда говорят, обычно подразумевают, что намного меньше. Шалость удалась. Восемь, совершенно верно. Ольга, что вы хотите? Какой подарок? Билеты в кино. Билеты в кино. Ольга, тогда передаем вас редактору. Отдаем. И, а мы обращаемся опять к Регине, потому что мы же продолжаем вопросы задавать. О, кстати, у меня уже идея для следующего проекта родилась. Вот сейчас музыка, да, у нас музыканты выступают. А мы билеты в кино сейчас разыгрываем. Может быть, кинопоказы под открытым небом, да, в исторических локациях организовывать? Тогда нужен грант. Для следующего гранта вам идею подкидываю. Нужен грант. В какой период у нас на вятку кинематограф-то пришел? Ну, наверное, как и в общем стране, да? Примерно в одно и то же время. Мне кажется, это начало, наверное, 20-го века было. Ну вот, почему бы нет. Или конец 19-го. Полотно развешиваем белое, что-то такое транслируем историческое. Ну, это тут сложнее. Тут, мне кажется, технически сложнее, конечно, очень. Хотя, смотря ведь как опыт был. Ну ладно, давайте не отвлекаться. Следующий вопрос задаем. Ригин, пожалуйста. Вот я говорила про Аркадия Дубенского, который будет у нас вот в доме Вехтерева. Он жил, музыцировал. А потом уехал, сделал карьеру. Да. И пока вот он жил в Вятке. За океаном. В каком образовательном учреждении он учился? Есть четыре варианта ответа. Давайте. Вы там Грина упоминали? Да. Да? В одном и том же учебном заведении? Да. Однокашники. Вот я думаю, без вариантов. Без вариантов, да. Потому что там с Александром, простите, Степановичем, да? Да, да, да. Про него, я думаю, многие знают. Ну, если такая жирная подсказочка, попробуем, да. Давайте попробуем, да. Давайте вспомним. Шесть минут у нас до конца эфира предупреждает звукорежиссер. В каком учебном заведении обучался и герой вопроса, Дубенский, да, и Александр Степанович Грин. Вариантов-то, по-моему, немного. Четыре есть. Четыре есть, смотри. Четыре. Слушайте, Лид, есть один с и сто один. Давайте вспоминать историю родного города. Нам пытаются, да, подключить уже? Да, нам говорят, что есть у нас желающие ответить. Добрый день. Здравствуйте, Александр. О, я не Александр. Не мог пропустить. Дианская гимназия. Какого-то слова еще не хватает, по-моему, нет? Да, тут должно быть четкое название. Какая гимназия? Александр. Ну, вспомните, что у нас, я сейчас не знаю, в том ли направлении вообще мысля, у нас практиковалось раздельное обучение. Мальчики и девочки, да. Но еще нужно уточнить, что Грин учился сразу в двух. Вятка, мужская, гимназия. Нет, нет, нет. Давайте, Александр, отпустим. Потому что я не в том смысле. Найдем попытку еще кому-нибудь выиграть все-таки. Да, Александр, давайте. Простите, напомним, что Александр у нас победитель прошлого часа. Да, 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 да. У Александра уже есть футболка, так что... Давайте... Кому-нибудь еще подарим. Новичка, знатока истории Вятской. Давайте еще слышу. Сейчас будет звонок 211-101. Времени у нас остается, смотрю, на часы примерно 4 минуты. Но надо же нам эту загадку-то разгадать. В каком учебном заведении? Давайте, давайте, слушатели, давайте, отвечайте на вопросы. Или будем давать варианты ответа уже. Не знаю. А сколько времени у нас на конце? У нас 4 минуты примерно остается, да. 4 минуты. И вопросы у нас еще есть, вернее, у Регины еще. Есть, есть, у Регины вопросы есть. Нам бы хорошо, конечно, еще бы кому-нибудь подарочек подарить. Хорошо. Есть у нас желающий ответить. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин Вишневский, если у меня шанс. А, не узнаю по голосу. Да? Что? Константин дозвонился. Ну, я звонил по вопросу по Дубинскому. Нет, вас зовут. Да, да, все правильно, все правильно. Все правильно. Вас зовут Константин. Вас очень плохо слышно. Да. Давайте гимназию. На городское училище. Да, Вятское городское училище. Ага. Четырехклассное. А-а-а. Это на московской 30-ти. Реальное училище отходит тоже. Мы такие вопросы-то не решили. Как вас зовут? Я сказал имя Константина, имею в виду нашего постоянного слушателя. Я угадал или не угадал? Ну, судя по голосу, да. Угадал. Угадали. Ура. Отлично, Константин, поздравляю вас. Рады вас слышать. Да, абсолютно верно. Спасибо. Что за приз у нас, вопрос, да, хотите выбрать? Ну, там Вятка в Цвете. Вятка в Цвете. Вятка в Цвете. Вятка в Цвете пригласительный выставочный зал Вятского художественного музея. В ограничении выставки 0+. Поэтому я думаю, что мы, конечно же, Константина можем туда отправить. Не кладите трубку традиционно. Да, прошу вас. Еще с редактором несколько слов. Ну что, пара-тройка минут еще есть. Давайте еще вопросы зададим. В принципе, да. Можем тоже с цифрой, чтобы полегче было. Давайте. Вот говорили про усадьбу Чарошина. Это еще из моего предыдущего проекта «Сквозь пальцы». Я тоже слежу за судьбой зданий. Вот тоже интересный момент. Сколько лет усадьба Чарошина уже официально признана аварийным зданием? Ух ты. Прямо есть официальная цифра? Да, экспертиза была. Экспертиза была, да. Будем? Варианты. Давайте дадим на всякий случай, потому что три минуты. Потому что такое грустное вопрос. Две минуты. Три года. Пять лет. Ага. Восемь лет. Так. И десять лет. Три, пять, восемь, десять лет имеется в виду. Как усадьба Чарошина признана аварийной. Аварийной. Но, увы, увы, ее еще не расселили, да? До сих пор. И до сих пор не должны работать, не начались ничего. Пока не расселить, не начнут. Самый, наверное, известный, да, авиатский архитектор Чарошин, получается? Безусловно. Вот недавно ребята, которые в том числе в нашей студии были, да, известили нас о том, что удалось памятник починить, да? Отреставрировать. Отреставрировать, вернее, да. Который установлен непосредственно на могиле архитектора. Есть у нас желающий ответить. Добрый день. Как вас зовут? Да. Здравствуйте, Наталья. Наталья. Может быть, 10 лет? 10 лет? Нет, говорит Регина, не 10 лет. Дадим вторую попытку. Да, мы придерживаемся обычно этого правила, еще и обычно вторую попытку даем. Вот давайте сейчас повнимательнее. У нас варианты остались 3, 5 и 8. Пустой год, 8. Да, 8 лет. 8 лет. Уже 8 лет. В 2015 году. В 2015 году, да, это получается. Да, слушайте, хотелось бы, чтобы побыстрее эти вопросы решались. Ну, то есть, в целом, у нас аварийные дома расселяются, ну, вот, примерно за 10 лет. Вот так вот. Все ждут, вот, что пока что-то начнется. Наталья, мы вас поздравляем. Пока не расселяются, а дома ничего не остается. Да, мы вас поздравляем. Это, видимо, последняя победительница, да, у нас в рамках этого культпохода, потому что минута у нас остается. Что вы хотите получить? Давайте кино. 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 Отправляем, Наталью. Хорошо. Кино. И возвращаемся к Регине. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. У нас меньше минуты остается. Еще раз напоминаем, что за проектом «Концерт для одного дома» можно следить только лишь в одном официальном месте. Это ваша страница во Вконтакте, да? Это не моя, но сообщество. Ну, сообщество, да. Сообщество, да. Там все анонсируется, там все подробно расписывается. О ближайшей прогулке мы поговорили, будет она в воскресенье, в это воскресенье 6-го числа. Погоду обещают хорошую, пока. Да, да, да. В общем, а за дальнейшей жизнью проекта следите благодаря, да, собственно, этим ресурсам. Благодарим. Может быть, прогулки будут не только в августе, но и в сентябре. Ну, и спасибо Гранту, да, Росмолодежи, который позволяет этот проект более широко реализовывать. И Регине Погодиной, спасибо. Да, да. Благодарим. Все, убегаем из эфира, да, завершаем. Редактор для одного дома. Всем хорошего дня. Спасибо. До свидания. Культ, 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 культовод.